Ельцовский район, местность Притаежная. Дороги ухабистые, добраться сюда без специальной машины невозможно, особенно в дождь. В малые селы, где всего несколько дворов, бюллетени везут на УАЗе. Село Бахта называют отдаленным и труднодоступным. Здесь, до ближайшего населенного пункта, 37 километров. И добраться по вот такой вот проселочной дороге, в такую погоду, действительно очень трудно. Отдать голос за или против поправок сельчане пришли, несмотря на дождь. Исключение – пожилые жители. К ним члены избирательной комиссии приезжали домой. Избирательного участка в селе Бахта нет. Помещение для голосования предоставил один из местных жителей. Здесь, как и положено, использовали защитные маски, перчатки и средства дезинфекции. А вот те жители Бахты, которые по каким-либо причинам не смогли проголосовать, могут сделать это позднее. Есть возможность еще с 25 по 1 число подать заявление. И они смогут также позвонить в наш избирательный участок. И можем мы выехать по месту жительства для осуществления их права голоса на этом участке. Либо подъехать к нам на участок. Жители села надеются, что вместе с поправками в Конституцию страну ждут изменения. Конечно же, в лучшую сторону. Должны поправки? Конечно. Почему? Ну как почему? Хотя бы насчет Крыма, чтобы никогда у нас его не забрали. Я согласен, что какие-то изменения должны быть в Конституции. Согласен с тем, что не должно быть двойного гражданства однозначно. Но надеюсь, что жизнь лучше будет, поправится все. Что будет, жизнь покажет. Анара Шагирова, Михаил Рифуншан. Новости.